Вопрос соблюдения миграционного законодательства в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Требования законов в этой сфере охватывают три основных направления – пересечение границы, миграционный учет, трудоустройство иностранных граждан на российских предприятиях. Как обстоит с этим дело у нас в Самаре и Самарской области? Об этом мы поговорим сегодня. И мой собеседник – начальник управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Самарской области Денис Сафаров. Денис Тимурович, здравствуйте. Расскажите, какими законами регулируется пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации, соответственно, и у нас в Самаре и Самарской области? Основным законом, так назовем основным нормативно-правовым актом, регулирующим правовое положение иностранного гражданина или лица безгражданства – это закон 2002 года номер 115 ФЗ. Кроме этого, пребывание иностранного гражданина регулируется еще 114 ФЗ от 1996 года и 109 ФЗ от 2006 года о миграционном учете иностранных граждан, ну а также иными нормативными актами. Миграционное законодательство активно меняется. Какие поправки были внесены в Уголовный кодекс, в КОАП Российской Федерации и в том числе для предотвращения эффективной регистрации? Да, вы правильно заметили. Миграционное законодательство активно трансформируется, меняется. Изменения на сегодняшний день касаются как режима пребывания иностранных граждан, так и ответственности за нарушения. Ну для статистики приведем, точнее не для статистики, но чтобы понимание было. Одно из первых таких новелл в этом году вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которых суд в ряде случаев может применить выдворение, поменять выдворение на штраф. То есть если раньше это было безальтернативно выдворение с штрафом, штраф составлял от двух до пяти тысяч рублей, то сейчас в исключительных случаях суд смотрит на положение иностранного гражданина, ну так например если у него есть какие-то близкие родственники, проживающие на территории Российской Федерации, суд может это учесть и вынести санкцию в виде штрафа от 40 до 50 тысяч рублей. То есть 40-50 тысяч рублей. Без выдворения. Без выдворения, но значит в данном случае, если суд устанавливает вину иностранного гражданина и соответственно иностранный гражданин подлежит ответственности в виде штрафа, это не говорит о том, что он не должен убыть отсюда. То есть когда подлежит выдворению иностранный гражданин, здесь за собой влечет уже после пересечения границы, после убытия его на родину, мы закрываем иностранному гражданину въезд на пять лет. То есть здесь в принципе иностранный гражданин оплачивает штраф, убывает, убывает на три месяца и после этого может вновь вернуться в страну и легализовать свой правой статус. Как вы думаете, вот мы можем говорить об усилении ответственности? По поводу усиления ответственности сейчас публично обсуждается так называемый большой закон, где законодатель предусматривает изменения в части срока пребывания иностранного гражданина. То есть если сейчас иностранец может пребывать в течение полугода 90 суток, три месяца, то скоро вступят в силу изменений и соответственно он сможет пребывать здесь всего 90 суток в течение всего года. В случае, если он не захочет здесь урегулировать свой правовой статус в виде получения какого-либо разрешительного документа, такого как патент, я думаю мы об этом сейчас еще тоже позже поговорим, ну или не поменяет свой правовой статус на разрешение на временное проживание, ну или не получит вид на жительство. Что касается изменений в уголовный кодекс, нет, они не вносились, но тем не менее есть определенный перечень статей уголовного кодекса, предусматривающие именно нарушения в форме миграционной, скажем так, повестки. Это статьи от 322 незаконное пересечение границы до статьи 322 прим. 1, это организация незаконной миграции. Приведу такой пример, что касаемо 322 прим. 3, это фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан. Это государственная услуга, оказываемая нашими сотрудниками полиции, в частности подразделениями по вопросу миграции. Она самая популярная из услуг, потому что иностранный гражданин, прибыв в Российскую Федерацию, обязан по общему правилу стать на миграционный учет и, соответственно, без законного пребывания так или иначе не сможет получить какой-либо разрешительный документ. Поэтому услуга пользуется популярностью. Эту услугу предлагают недобросовестные, как мы их называем, посредники. Иностранные граждане вынуждены обратиться к ним, потому что, к сожалению, граждане, которые представляют фактически жилье, квартиры для проживания или пребывания иностранных граждан, зачастую не хотят соблюдать миграционное законодательство. Может быть, в силу того, что переживают, что если поставят на учет иностранного гражданина, так или иначе иностранец может претендовать на какую-то жилплощадь. Граждане России этого не делают. Не хочу сказать, что все, но, тем не менее, есть такие факты. Есть у меня некоторые цифры статистики, я их тоже приведу. Но вот для понимания, за шесть месяцев этого года сотрудниками полиции Главного управления в целом по области возбуждено уже более трех с половиной тысяч уголовных дел именно по факту фиктивной постановки на миграционный учет. Это в области? Это по всей области, да. По всей области Самарской? Статья, на мой взгляд, к сожалению, не носит таких жестких санкций. И она небольшой тяжести, видимо, поэтому и лица, которые осуществляют фактически постановку на учет, пользуются этим механизмом. Санкция у нас от штрафа в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Но зачастую, если один и тот же, скажем так, злоумышленник, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности неоднократно, если там один-два раза привлекли его к ответственности, зачастую это штраф. Есть у нас в области и преступления, которые выявили сотрудники полиции, в том числе сотрудники ФСБ занимаются активно этим вопросом. Выявление лиц и организованных групп, занимающихся незаконной организацией, организацией незаконной миграции, тоже достаточно большой и такой обширный перечень. Чем занимаются в этой сфере лица? Это эффективные браки, это эффективное установление отцовства. И в целом, так или иначе, группы, когда занимаются эффективной постановкой на миграционный учет и эффективной регистрацией граждан России, в том числе тоже есть такая статья, вот в комплексе документируют оперативные подразделения статью 322 прим. 1. Она более жесткая, она уже с большим сроком лишения свободы, но она требует, скажем так, больше времени сбора этого материала для возбуждения уголовных дел. А эффективная регистрация и эффективная постановка на учет с точки зрения закона, это вообще что? Эффективная регистрация и эффективная постановка на учет. Есть в целом, есть миграционный учет, он делится, скажем так, чтобы понимание было, это эффективная постановка на учет по месту пребывания, то есть там, где иностранный гражданин либо гражданин России временно пребывает, либо регистрация по месту жительства, там, где ты уже постоянно проживаешь. Соответственно, здесь как раз и есть разграничение. Статья 322 прим. 1 для иностранных граждан, статья 322 прим. 2 уголовного кодекса как раз за эффективную постановку, эффективную регистрацию по месту жительства. Ну что такое эффективное? Соответственно, если лицо гражданин России, к примеру, имеющий право владеть там помещением, позволяющим там пребывать либо проживать, фактически берет документы у иностранного гражданина, идет к нам в подразделение, ставит его на учет, но не иностранный гражданин не намерен в этой квартире пребывать или проживать. Ну и, соответственно, лицо понимает, что он эту услугу оказывает в виде денежного вознаграждения и уже имеет умысел на то, что иностранный гражданин там не будет пребывать. И мы встречаем факты, когда в одной однокомнатной квартире, например, зарегистрировано более 100 иностранных граждан. Ну мы понимаем, что там такого количества людей... Быть не может. Быть не может. Соответственно, мы еженедельно, как управление по вопросам миграции, главного управления, по всем таким адресам производим из информационных ресурсов выгрузки в наше территориальное подразделение. Ну и дальше уже подключаются такие сотрудники полиции, как участковый полномочий, уголовный розыск. Ну и все взаимодействия выявляем этих недобросовестных лиц. Я поняла. Ну вот про ответственность вы, собственно, уже рассказали, и про уголовные, и про штрафы. Мне интересно, часто ли выдворяются за пределы Российской Федерации иностранные граждане за нарушение? За нарушение выдворения на сегодняшний день, безусловно, ну и, конечно, после событий, произошедших в Москве в марте месяце, еще более ужесточились, скажем так, участились наши рейдовые мероприятия. И, как правило, сейчас суды выносят преимущественно решение об административном выдворении, если говорить в целом о статье, статье 18.8 КОАП, то из общей, скажем так, массы вынесенных постановлений преимущественно уже преобладают, скажем так, санкции, где выдворение, и выдворение именно через помещение в Центр временного содержания иностранных граждан. То есть есть еще такая санкция, как выдворение в форме контролируемого самостоятельного выезда. Раньше у нас суды смотрели на это более гуманно, скажем так, потому что там давали возможность иностранцу самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации. Но, к сожалению, мы видим, что такая санкция приводит к тому, что иностранцы, обещая покинуть страну в течение 10 дней, мы для себя берем за дел определенный, чтобы у него была возможность приобрести билеты. Но этого не происходит. И если такие судами санкции назначаются, то, как правило, иностранец в 50-60% случаев он остается. Остается в нелегальной плоскости. Мы рано или поздно их все равно выявляем. Ну и, соответственно, потом он лежит уже в привлечении к административной ответственности по статье 20.25 за неисполнение решений суда. Тут уже безальтернативно выдворение и закрытие въезда на 5 лет. То есть вот эта формула «доверяй, но проверяй» она не работает, получается? К сожалению, не работает. Что тут доверие не сработает. Да, к сожалению, она работает, но она не в 100% суда. Вы приводили статьи Уголовного кодекса, по которым иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство, могут быть привлечены к ответственности. А возможны ли ситуации, при которых от этой уголовной ответственности они могут освободиться? При каких условиях, если да? Здесь мы приводили пример, что возбуждаются уголовные дела, если мы говорим о фиктивной постановке на миграционный учет. Здесь, как правило, за небольшой тяжести уголовные дела бывают, подлежат прекращению, но по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть лицо по факту не освобождается от ответственности. Оно плачет штраф, по факту считается судимым. Ну и, соответственно, дальше мы смотрим. Если неоднократно, то, о чем я говорил, то уже с реальным решением свободы. Ну и, соответственно, мы в процессе, у нас сейчас выработана в области такая практика, мы в процессе, значит, расследования уголовного дела выходим с исками в суд, и суд выносит решение о запрете регистрационных действий. То есть, если лицо в процессе расследования уголовного дела позволяет себе дальше свой преступный умысел и ставит на учет иностранцев, то, соответственно, орган дознания следствия выходит в суд с таким ходатайством и запрет. Ну, вы упомянули проведение рейдов, это притча во языцах, к этому всегда приковано и внимание общественности, и это важная работа правоохранительных органов. Как часто проводятся? Каковы их результаты? Сколько фактов фиктивной регистрации мигрантов удалось выявить за, сколько у нас получается, полгода, да, 2024 года? Расскажите о рейдах. Что касается рейдов, рейды и мероприятия, на самом деле, проводятся в целом всеми сотрудниками полиции по всей области и в ежедневном формате. Если говорить, вот не так давно, в конце месяца проходили рейдовые мероприятия, которые также были освещены в телеграм-каналах, в частности по Самаре, то только на территории двух районов города нами отработано более 100 иностранцев, порядка 10 из них привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания, и два иностранных гражданина, они у нас привлечены к ответственности в виде как раз выдворения, с помещением в Центр содержания иностранных граждан. Но если говорить в целом, значит, всего за 7 месяцев 2024 года сотрудниками, только сотрудниками подразделений по вопросам миграции проведено рейдовых мероприятий более 1300. По области, по результатам проведения проверочных профилактических мероприятий составлено в целом сотрудниками полиции более 11 тысяч протоколов об административных правонарушениях и выявлено как раз около 2000 именно зарегистрированных материалов касаемо фактов фиктивной постановки на миграционный учет. То есть колоссальный объем работы в части выявления, ну и, соответственно, последующие направления уголовных дел в суд. Ну вот на сегодняшний день каковы действующие правила въезда, выезда, пребывания мигрантов на территории Российской Федерации, в том числе у нас в Самаре? И мне интересно, где сами иностранные граждане могут об этом узнать, прочитать? Правила въезда, как я уже сказал, регулируются и 115, точнее не так, правила именно въезда регулируются у нас 114 федеральным законом. То есть при въезде иностранный гражданин обязан предъявить документ удостоверяющей личности. Ну, если говорить о визовых странах, соответственно, у него должна быть действующая виза. Ну и дальше уже иностранные граждане, соответственно, въезжая на территорию Российской Федерации, как я уже тоже говорил, обязаны встать на миграционный учет. Что хотелось бы сказать? Вот по общему правилу, в безвизовом порядке, когда иностранные граждане к нам сюда прибывают, это в безвизовы, это страны СНГ, назовем, да, это Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Соответственно, если они прибывают к нам сюда в безвизовом порядке, они имеют право пребывать здесь 90 суток, как уже тоже говорил, в течение 180 суток. Если они уже заявляются дальше, то, соответственно, у них должен на это быть соответствующий документ. Что касается консультирования, ну, если иностранец прибывает, в целом и наше подразделение при оказании госуслуг, безусловно, консультирует, это и в уставе МВД прописано, что мы обязаны на безвозмездной основе оказать консультацию, в том числе иностранным гражданам. То есть это юридическая, правовая информация, необходимая, да, для человека? Безусловно. В том числе у нас вся необходимая информация размещена и на сайте главного управления. Там есть ссылка на сайт управления по вопросам миграции в некоторых территориальных наших подразделениях, таких там, как Самара, отдельно Тольятти. У них есть свои сайты, там тоже есть ссылки и, соответственно, на все виды представляемых нами государственных услуг и функций. Вот если говорить о регистрации, дистанционно она может быть проведена? И регистрация в той форме, в которой я говорил, в части миграционного учета, то есть и по месту пребывания, и по месту жительства, да, дистанционно она может. И, к сожалению, опять-таки, вот что касается постановки на миграционный учет, злоумышленники тоже начинают этим пользоваться. То есть это делалось для удобства, чтобы не ходить, не посещать наше подразделение, лишний раз не ехать. Можно это сделать из дома. Но начинают изощряться преступники, злоумышленники, и начинают также использовать механизм через портал госуслуг, подгружать туда необходимые документы, ну и сообщать, что якобы иностранец пребывает в той или иной квартире. Мы потом это тоже дистанционно, также дистанционно можем это все отследить, выявить, ну и, соответственно, также возбуждаются уголовные дела. Но в целом, а то вы скажете, что я все про уголовные дела, да, про уголовные дела. В целом, конечно, для добропорядочных, скажем так, законопослушных граждан эта услуга действительно удобна, ничего не нужно делать, никуда не нужно ехать. Спокойно подгрузил необходимый перечень документов, нажал на, вот как у вас, наверное, в телефоне тоже есть, нажал на кнопочку, все документы через портал уже поступили к нам в подразделения. Мы, проверив на, скажем так, на наличие иностранного гражданина в контрольном списке, то есть в числе нарушителей, там, на розыск, если никаких проблем нет, мы ставим на учет, и всем все нравится. Да, конечно, все, когда мирно, так замечательно. А когда необходима процедура дактилоскопической регистрации и фотографирования? Да, важный вопрос. Кстати, очень большой объем информации за последние несколько лет именно вот дактоучет внесен в информационные ресурсы МВД. На каждой, скажем так, ступени обращения иностранца, практически на каждой, он подлежит дактилоскопированию, дактоучету. Но вот, что касается миграционного учета, здесь, значит, если он пребывает иностранец на срок не более 90 суток, здесь дактоучет никакой для него не предусмотрен. В случае, если он планирует пребывать здесь с целью трудовой, например, получая разрешительный документ в виде патента или разрешения на работу, в случае, если он в целом, как граждане Иуразес, например, из Армении, тоже заключив договор, планирует здесь пребывать на срок свыше 90 суток, или же там студенты, все обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию. И в этой части тоже случаются нарушения? В этой части случаются нарушения, мы фиксируем также из информресурсов, скажем так, находим граждан, которые прибыли уже и находятся здесь на срок свыше 90, но не прошли учет, мы сокращаем им срок пребывания, после чего об этом его уведомляем, он обязан покинуть территорию Российской Федерации. С какими трудностями могут мигранты столкнуться, пребывая на территории Российской Федерации? Я не раз при регистрации. Да, я понял, не раз уже об этом говорил, говорил и так же и на площадках и телекомпаниях, и стараемся это доводить через наши информресурсы, через сайты, они и могут, и, к сожалению, сталкиваются, пребывая на территорию нашей страны, в первую очередь как раз у них проблема встать на миграционный учет в нормальную квартиру. То есть в какую нормальную? Они, как правило, пребывают на железнодорожный вокзал, их там берут, назовем их так, уже натурализованные граждане России, их земляки, и сопровождают там в квартиру, так или иначе, они же где-то проживают или пребывают. Но зачастую не ставят их так, как положено. За это тоже, кстати, предусмотрена ответственность статьей 18.9 КОАП. Вот здесь на мой взгляд я бы, конечно, ужесточил санкцию, потому что мы в данном случае правоохранительные органы затрудняются в поиске самого иностранца. По факту он может даже находиться здесь законно получить патент на работу, но при получении патента указать адрес фактически в котором он не проживает. Фиктивный. Фиктивный. Здесь иностранец с чем сталкивается? Он думает, что ему помогают законно эти так называемые его земляки, соотечественники, которые на этом зарабатывают деньги, а иностранец потратив на определенную сумму на получение патента, потому что там нужно пройти медицинскую комиссию, нужно также пройти тактилоскопическую регистрацию, фотографирование, переводы, ну и там сдать экзамены по русскому языку, на знание русского языка. Ну и соответственно понимают, что вроде бы он теперь легально находится на территории страны, но мы выявляем, что этот гражданин заявил при получении патента, указал в своем заявлении такой адрес пребывания фиктивный, мы вынуждены аннулировать ему патент. Это очень обидная ситуация, просто очень обидная для того мигранта трудового, который в принципе хотел сделать все по закону, но не знал как это сделать. Как сделать так, чтобы вот эти люди избежали такой ситуации? Ну я не знаю, повышать их правовую грамотность, чтобы была возможность куда-то обратиться? Да, безусловно, ну наверное каждый, на мой взгляд, каждый гражданин, например, как мы, как полицейские, к примеру, когда мы выезжаем за пределы Российской Федерации, некоторой категории сотрудников полиции, можно поехать в страны СНГ, например, посмотреть на красоты, каждый выезжающий, он инструктируется соответственным образом, какое вообще в стране миграционное законодательство, какие правила в том числе, нужно ли вставать на учет, как туристы едешь, или там в качестве приглашенного лица, то же самое я посоветовал бы иностранцам, безусловно, выезжая, нужно обратить внимание на постараться выяснить перед выездом, какие правила у нас здесь миграционное законодательство, с чем сталкиваются зачастую нарушители, которые нарушают режим пребывания, на кого составляют потом протоколы и выдворяют, они ведь зачастую думают, что 90 из 180, вот это наши правила пребывания, это ты пробыл здесь 90 суток, можешь доехать до границы с Казахстаном и сразу заехать, они думают, что это так называемое обнуление срока, то есть выехал, въехал и у тебя появляется еще 90 суток, это не так, то есть ты уже нарушил вот этот вот дозволенный тебе срок 90 из 180, ну и соответственно попадаешь в поле зрения правоохранителей и подлежишь уже жестким для них санкциям. то есть я так поняла, что собираясь въехать в нашу страну на любой срок, прежде нужно ознакомиться с нашим миграционным законодательством иностранного гражданина, чтобы не возникло вот всех этих проблем, о которых вы сегодня рассказали. Ну или хотя бы, уже если даже не успел прочитать, но прибыв к нам нужно поинтересоваться все-таки. Это все доступно в наших миграционных центрах, в том числе везде эта информация есть. Денис Тимурович, я благодарю вас за разъяснение. К сожалению, вот так быстро время нашей программы подошло к концу. Еще раз благодарю вас за участие в программе. Напомню, сегодня гостем в студии был начальник управления по вопросам миграции главного управления ВД России по Самарской области Денис Сафаров. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова